Переписывать историю — дело привычное, всем и всегда. Украина абсолютно чётко борется сейчас за государственное, за создание истории, за укрепление национальной веры в саму себя. Ей это необходимо, проходят многие страны, и всегда в ущерб истории, и всегда в ущерб другим странам. Просто, как правило, эти периоды потом проходят, и я думаю, что это тоже пройдёт. Ну, конечно же, чушь собачья о том, что мы вторглись. Понятно, что на территории и Украины, и Белоруссии, и на территории России в тот период, в период армировой войны было достаточно большое количество людей, достаточно большое, хотя оно было по отношению к основной массе очень мало, которые были противниками советской власти. Эти люди поддерживали приход немцев и немецкой армии, это абсолютно нормально. Но большая часть считала себя всё-таки частью СССР, и, в общем, воевали с фашизмом. Поэтому абсолютно чушь, о какой оккупации идёт речь. Мы действительно отодвинули немецкие войска, вернули их в Германию, собственно говоря, заставили их капитулировать, по большей части. Поэтому, ну, это уже как бы такие совсем рекламные трюки, которые просто глупы. Ещё мне очень нравится, как поляки среагировали, сказав о том, что Первый Украинский фронт освобождал Польшу, значит, освобождали представителей Украины. Ну, ну что ж, степень глупости превосходит все, возможно, допустимые рамки.